В ОДАКИ выходит скоростной катер КС-700. Оборудован он двигателем Ямаха. 250 л.с. Максимальная скорость катера 80 км в час. Только вот команда на катере необычная. Это бойцы отряда ОМОН Управления Росгвардии. Когда мы выходим на патрулирование, кроме, естественно, капитана судна, находится наряд, который непосредственно принимает участие в охране общественного порядка. В охране особых объектов, таких как наши гидроузлы, водоканалы, мосты. Рейды проходят систематически, согласно карте маршрута патрулирования. Выходит в основном в ВОДАКИ. Маршрут утверждается Управлением Росгвардии. Сам он для служебного пользования, поэтому рассказать о нем не могут. Проводят рейды либо самостоятельно, либо совместно с другими службами. С полицией, линейным отделом внутренних дел, а также с ГИМС. В основном, на данный момент, сейчас мы проводим совместные операции с МВД. Также в планах с Государственной инспекцией маломерных судов и с Рыбнадзором. Именно по браконьерам и пресечению преступлений на водоохранных объектах. Есть на катере и небольшой универсальный КПК. Он работает в нескольких режимах. Радиоэлектронная слежка, гидролокатор, эхолот и так далее. В данный момент, сейчас у нас стоит, РЛС работает. Мы видим все проходящие, грубо говоря, сюда. Ближайшие там в 3-4 милях нам навстречу и сзади нас. Также мы можем менять тут позиции, уходить на эколоты, которые показывают глубину. В данный момент сейчас глубина 3,5 метра. Если во время рейда замечают нарушителя общественного порядка, то их просят код застопорить, подходят ближе и проверяют документы. Если нарушения действительно имеют место быть, то вызывают сотрудников ГИМС или УМВД для составления протокола об административном правонарушении. В рейды уже выходили, говорит капитан корабля, и нарушения действительно выявлялись. К сожалению, на улице становится все теплее, а скоро и купальный сезон начнется, так что количество нарушений может увеличиться, замечает он. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.